Их общение ограничивалось жестами, но они сумели понять друг друга. Глеб указал на огонь и пригласил Хан Ю присоединиться к нему. Воин Коря согласно кивнул и последовал за Глебом к огню. Когда они сели вместе, Глеб предложил Хан Ю немного еды, которую он приготовил. Глеб наблюдал, как Хан Ю с благодарностью принял еду, понимая, что воин должно быть проголодался в пути. Двое воинов сидели вместе у костра, молча ели и общались жестами. Глеб наблюдал за Хан Ю со стороны, изучая каждое его движение и выражение нельца. Воин Коря ел медленно, смакуя каждый кусочек. Ничего что не ел долгое время. После еды Глеб предложил Хан Ю винод, и они выпили тост за новообретенную дружбу. По мере того, как тянулась ночь, два воина продолжали общаться с помощью жестов. Несмотря на языковой барьер, Глеб и Хан Ю смогли эффективно общаться с помощью жестов. Они жестикулировали друг другу, указывая на разные предметы. Хан Ю показывал пальцем, а Глеб проговаривал названия «огонь», «костер», «небо», «звезды», «книги», «рука», «пальцы», «волосы», «глаза». Хан Ю очень хотел учиться, и пытался повторять слова за Глебом. Но с трудом воспринимал незнакомые звуки. Глеб изо всех сил старался тренировать Хан Ю, но передать тонкости его языка было сложно. В конце концов, они оба рассмеялись над попытками Хан Ю имитировать иностранный язык. Это было весело, они смеялись. Сидя у костра, Хан Ю указал на свой меч, показывая, что он воин. В ответ Глеб указал на свои книги, показывая, что его интересуют знания, но и сражаться он умеет. К ночи они оба устали, особенно было видно по Хан Ю, Глеб предложил отдохнуть. Он жестом пригласил Хан Ю остаться, и Хан Ю благодарно кивнул. Они легли у костра, каждый погруженный в свои мысли, с вновь обретенным чувством близости. Воин Коря был уставшим, потому уснул быстро. Глеб был очарован чертами лица Хан Ю. Он не мог не смотреть, лобуясь тонкими чертами, прямым носом, острым подбородком, черными как смоль бровями, они как крылья птицы в разлет. Манила мягкость волос Хан Ю, и Глебу хотелось провести по ним пальцами. Глядя на губы воина, Глебу вдруг захотелось наклониться и поцеловать их. Он давно понял, кто он на самом деле. И с трудом, но принял, то что ему нравятся парни. Друзья некоторые догадывались, но все делали вид, что ничего не знают. А поцеловать желание было сильным. Но он знал, что это неуместно. Тем более, что они по-прежнему общались жестами. Глеб вздохнул и посмотрел на небо, недоумевая, как его может так тянуть кому-то, с кем он даже не может нормально общаться. К тому же ничего не ведает об этом человеке. Лежа рядом с Хан Ю, Глеб не мог не испытывать чувство удовлетворения. Несмотря на то, что они не могли говорить на одном языке. Им все же удавалось общаться и веселиться. Засыпая, Глеб задумался о том, что ждет его и его новообретенного друга из другого мира в будущем. Утром Глеб открыл глаза и обледелся. Хан Ю нигде не было видно. Он понял, что воин Кори ушел, пока он спал. Глеб почувствовал укол печали и боли в сердце. Ему нравилось общество Хан Ю, и ничего, что они не говорили на языке друг друга. Глеб встал и оглядел лагерь. Все было на своих местах, кроме места Хан Ю, которое теперь было пустым. Глеб задумался, увидит ли он когда-нибудь воина снова. Собрал вещи и направился домой. Он чувствовал себя одиноким, шел медленно склонив голову. Погрузился в свои мысли, думая о странной встрече с Хан Ю. Будет ли шанс встретиться еще раз? Острая боль надежды пронзила сердце.